Вознесенский храм один из древнейших в городе. Первоначальное основание Вознесенской церкви относится к 1550 году. Из окладных книг известно, что в 1765 году прихожане этой церкви обращаются с просьбой о постройке каменного храма на месте деревянного. И спустя 30 лет появляется новый каменный храм. Позже главный престол становится Вознесенским. Белокаменный, он расположен таким образом, что вид на него открывается со всех сторон города, с каждой улицы, ведущей к нему. И во все стороны льется перезвон с его колокольни. Вот эти у нас три зазвонных маленьких колокольчика, они вот связаны друг дружкой и берутся в правую руку, вот в такой в один пучок. Они имеют самые высокие голоса и играют они, звонят ими самыми мелкими длительностями и как бы украшают звон. Вот. И еще существуют вот такие вот большие колокола, они еще называются благовестами. У нас вот один только, он управляется вот этой педалью. Вот. И в монастырях, и на больших вот колокольнях там, конечно, бывает по несколько благовестов. Но у нас вот только один, слава Богу. И еще вот есть, существует между зазвонными и благостями есть такие вот средние колокола, они называются подзвонные. У нас их три. Сейчас матушке Галине 60 лет. Звонарем она служит чуть больше года, хотя мечту научиться этому искусству лелеяла давно. Ну, я, конечно, волновалась, что у меня ничего не получится, потому что я ведь только год назад отучилась, можно сказать. Вот. И, ну, первый раз поднялась на колокольню. И полюбила колокола. И очень мне понравилось звонить. И мне очень захотелось, очень-очень захотелось научиться. Вот так вот я стала звонить. По рассказам матушки сначала ничего не получалось, но ее учитель Сергей Николаевич Авилкин подбадривал, помогал и по окончании обучения подарил икону, которую матушка теперь бережно держит в руках, рассказывая легенду о том, откуда появились колокола и традиция призывать людей к молитве звоном. Существует предание, что святитель Паулин, изображенный на иконе, возвращался от паства и был огорчен, что паства маловерующая, равнодушная, больше верит всяким суеверием. Он помолился Богу с просьбой спасти людей от равнодушия и уснул. Он как с неба увидел, как будто бы с неба сошли ангелы. И они взялись за стебельки цветочков и стали их раскачивать. Вот эти цветочки мы сейчас назовем колокольчиками. И он стал их раскачивать и услышал он удивительный звук, такой, который он никогда не слышал. И как проснувшись, он скорее поехал домой, а у него сосед был медианик, отливал там разные для нужд вещи. И он ему сказал подобие такого цветочка отлить. И когда цветочек был готов, он взял лоточек, руки, в одну руку цветочек, этот большего размера, который он видел во сне, и ударил по нему. И слышал тот самый звук, который он слышал во сне. Матушка Галина начинающий звонарь. Музыкальные перезвоны, а для каждого случая они свои, она изучает, и все ей в радость. На вопросы, тяжело ли это физически и не страшно ли находиться на такой высоте, отвечают, что радость призывать людей к молитве гораздо сильнее издержек. На Руси колокола отмеряли ход времени, били тревогу, предупреждали о приближении неприятеля, созывали воинов, встречали победителей, приветствовали знатных гостей. Звук вечевого колокола созывал народные собрания. Сегодня же колокольный звон даже людей, далеких от религии, останавливает на мгновение и заставляет задуматься о чем-то незримом, неуловимом, о чем-то тянущемся из глубины веков.